здравствуйте дорогие друзья матч между командами альфа и чекпоинт перейду сразу к составам команд за альфу сегодня будет играть василий рущак ярослав коваль виктор перехвест александр бешеров роман манчур сергей булава ярослав сашка сашко прошу обращение мурат абакаров и вадим лисак за чекпоинт сегодня сыграю ребята к сожалению не написали мне своих имен в целом на будущее знаю что эта команда очень организованно подходит в целом к своим тренировкам и не только прошу в будущем писать свои имена чтобы комментирование было еще более приятным и каждый мог себя потом посмотреть на видео когда он с мячом и все такое прочее пока чекпоинт у нас контролирует на своей половине поля знаю что они я очень был впечатлен их первой игрой как они контролируют мяч и в целом поведение этой команды мне очень по нраву и я пока не могу представить вам состав этой команды альфа перехватывает но все равно чекпоинт контролирует хорошо не комбинирует очень нравится как мне играет эта команда и в целом как они владеют мячом вперед-направо не совсем удачный и альфовцы недоразумение между игроками в темно-синей форме указывает игрок что они разводили а не мяч абсолютно и судья указал на штрафной нет это больше наверно аут но здесь уже на подхвате сразу же игроки удар бакаров коваль пытался тыкнуть этот мяч совсем у него это получилось ну и снова вот здесь уже чекпоинт ошибается как раз таки самушки до представлю пока состав этот команд очень 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 быстро ребят и сразу я прошу прощения без имен потому что я не успел вас всех запомнить за чекпоинт сегодня сыграют скорее всего среди западаш савушкин александр сидоренко роман чекпоинт перехватывает мяч но зная игру этих двух команд тем будет довольно таки рваный и хороший ай-яй-яй на коваль не проходит эта передача пиши рова удар паранов максим клименка сергей салагу евгений кунцевич александр скорее всего степанюк степанюк владимир рак но на это же владимир гобро александр лазарев и зубко павел на будущее ребят пожалуйста указывайте свои имена чтобы я и было легче с вами и вас запоминать и с вами знакомиться спасибо вам большое тем временем у нас чекпоинт пока контролирует мяч на половине полю соперника клименка а через назад не получилось и придется теперь возвращаться обрезал команды но нет там все контролировал как раз таки салагу и вот основа с мячом есть мяч получает через назад даренко салагу удар ручок справляется он так сегодня на воротах еще один удар на этот раз садоленко пробовал на прочность команду альфа и здесь коваль перехватывает но жара сказывается видно что альфовцы не так активны и не так контролирует вообще в целом мяч удар салагу по но это не то что вчера тот вперед на коваля заброс на коваля ярослав не там разбирается пятнадцатый номер габро на салагуба сразу же прессингует его коваля отбирает мяч коваля коваля ярослав удар вот и ободряющие слова капитан странно что не добрый валь полема фланг прорвается ну как раз таки не дает ему пятый номер команды чекпоинт завладите мячом справа нет на салагуба эта передача не проходит и остается чекпоинт неудел слишком слишком высоко до леса к добро а вот так вот ушел красиво на замену да возможно и лазарева побегать прочувствовать поле а вот и в принципе вся команда поменялась целом зубко ухты хороший хорошая была задумка девятого номера зарев контролирует мяч нужно уже мне кажется отдавать вот здесь есть партнер по команде за ведь через назад дар вы попадает папакарова лазарев по-другому а по-другому вич а лазарев очень много контролирует а так Я запрещу вас сейчас чек-поинт Альфовцы, я думаю, не один матч просмотрели эти команды друг друга, тем более, что у Альфа на нашем турнире уже достаточно давно. Бакаров, не получилось у него. Ну и в борьбе Рахнов уступил к Бакарову. Ну и тем самым, пока Альфа что-то пытались предпринять на чужой половине поля, и мяч они потеряли. И снова чек-поинт. Назарев. Абакаров перехватывает этот мяч, и Мурат Абакаров выкат сам на сам. Абакаров! Нет. Вот уже и просит тренер команды чек-поинт смену. Дарод Беширо! Мам, вчера прошу прощения. Кожа Беширо. Ой, а вот так вот. За один год, за один год! Скигана Кунцевича! Есть гол. Ну и вот так вот забивает четвертый номер с передачи Рахнов. Игорь, время! Жесткий стык, но ничего не было, считают наши арбитры. Ну и мяч переходит к Альфе. Если я не ошибаюсь, и моя память мне не изменяет, это был как раз-таки... Это как раз-таки был Сошку. Ну и подтолкнул сейчас. Игрок команды Альфа своего оппонента через вот так вот пассы. Это красиво. Это интересно, это красиво. И вот так вот забивает Паранов. Абрамов. По флангу. Снова Абрамов. Оставляет красиво на Савушкина. Абрамов. Савушкин. Но здесь контролирует Альфа этот момент. Ну и выбивает. Уже за пределы поля. И Рущак будет водить этот мяч. Золотаровской зоны. Далеко-далеко вперед на Коваля. Нет. Этот мяч не проходит. Потому что слишком высокие там игроки сейчас вышли в составе чекпоинта. И на низковатого Коваля, я думаю, эти передачи проходить не будут. Я в принципе думаю, что Рущак это сам понимает. Но он все-таки пробует воспользоваться этой тактикой, этой прерогативой. Потому что видно, что неохотно сейчас. Альфовцы бегают и... Уже рассказывается, действительно. Хотя вот сейчас небольшой ветерок с нами. И это не может не радовать. А здесь Абрамов. Мяч перехватывает у Коваля. Абрамов перевод налево. Савушкин. Нет, Савушкин мяч этот не догоняет. Точнее, не то, что не догоняет. Просто не смог его правильно принять. Коваля. Через центр. Перехвест. Нет. Коваля вместе с перекрестом. У него-то удар хороший, у Виктора. Вот заигрались. Заигрались ребята. Чекпоинта. И... Немного лишнего времени потеряли. Зато отдохнули. Ну и что? И вот эта четверка вышла. Самая изначальная, самая первая. Пяточка пытался сейчас Сологуб. Женя. Удар. А это рядом. А это опасно. Несмотря на все крики Рущака, что не дать бить, не дать бить, все равно Альфовцы дали пробить своим оппонентам. И рано или поздно, я думаю, это может принести свои какие-то дивиденды игрокам в белой форме. Ну а там уже Гобро разыгрывается вместе с Сидоренко. Сологуб. Снова Гобро. Саша, что придумает? Через Сологуба. Евгений. Ну, Мамчару активно прессингует. Длинноноги Мамчару здесь. Нет, не проходит эта передача. Реф, ты что? Ну и уже как раз-таки Лисак пытался там побороться. Быстренько они разыграли вместе с Ковалем. Лисак. Ой-ой-ой. Как хорошо там играет как раз-таки Сидоренко Роман. Ух ты. Гобро. Саша, какой перехват. Ну, ждет партнер по команде Сологуб. Снова на Гобро. Гобро, Александр, Сологуб. Женя, ну, будет гол. Нет, спасает Абакара в свою ситуацию. И свою команду в целом. Мамчару снова контратака от Альфы. Мамчару, у него-то удар поставленный, хорош. Мамчару убирает, но нет. Полит сейчас Клименко. Сергей, ну, извиняется. Это самое главное, что есть понимание между игроками. Хоть и из двух разных лагерей. Рядочком Абакаров есть. Коваля, нет. Передача на Коваля не проходит. Но Мамчару снова с мячом. Абакаров. Тот тоже может ударить. Мамчар. Ну, и мяч забирает. Я вот так вот вышел на прогулку. Есть. Забирает. Рыщак. Ну, мог. Ну, мог. Рыщак попробовать. Сападаш решил прогуляться. Ну, и Клименко начинает так свою команду. Сыренко. Добро. Саша упускает мяч. Сюда, сзади. Сюда. Прямо. Сзади, сзади. С путина. С путина. Не спеши. С путина. С путина. Нет. Ой-ой-ой, ну тут Альфа в целом просто ложатся уже костьми под эти все мячи. Свеженький девятый номер, Рахно. Ну, мяч для своей команды сохраняет. Зубко. Через Лазарева. Контролирует пока чекпоинт. Вот они забили, мне кажется, немножко темп игры немного подуспокоился, но в целом чекпоинт контролирует ситуацию на поле, я считаю. Первый тайм, хотя нам, по сути, какая обрезка от Абакарова, а здесь Абакаров и сам же исправляется, перехватывает эту передачу, здесь снова обрезка, Зубко, Паша. Нет, мяч все-таки выпускает Зубко. Ну и Абакаров уже вместе фишируем. Далеко вперед, а куда? В никуда. Саша отдал эту передачу. Обидно, досадно, но ладно. Лазарев с мячом оставляет на Концевича. Перевод сюда, к нам поближе, Рахно. А здесь Коваль. Расторопный пас, Коваль. Сколько на Абакарова, Мурат, а там Беширов. Но будет удар, удар и есть гол. Есть гол от Беширова, есть от Альфы. Коваль. 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 Сука. пока тайм-аут небольшой такой скажем водопой для команд но видим что водичку попивают не все как мне сейчас немножечко вот посочувствовать вот этого молодого человеку в кадре который стоит еще и в кофте василию уважение пасно пасно коля не проходит зубкова через назад конце вещь смещается центр коваля вот завелся завелся ярослав не захотел отдавать этот мяч а там некому уже толканина идет откровенно говоря некрасивым сленгом избегать этого не заводится эмоции должны быть только в игре но никак не лучше пусть эмоции уходят на голы а вот такие моменты пусть остаются за кадром да и пусть их вообще не будет тем временем перекрест опять пробовал на прочную защиту команды чекпоин пока вы выстояли кого или не точная передача на перекреста и здесь ваша зубенко на кунцевича кунцевич пытался ручка перевесить но мне показалось здесь как раз таки можно было бы просто мощно ударить по воротам как это в принципе он и умеет на это все знаем вот и забивать третий мяч ворота команды альфа ну и здесь уже глава нет принимает мяч зубенко жесткий стык жесткий стык от как раз таки 25 номер номер от лазарева но но есть какой-то вот огонек страсти в этой игре прям вот именно вот соперничество такое закусились обе команды ну альфу я знаю давно они-то могут закуситься и на валевых вытащить не всегда все получается там обрезка хорошая кова или сабадаш парирует этот удар судья так свистнул что же свисток потерял ну вот так вот ну и было нарушение со стороны альфы ну и абрамов будет водить от мяч разыгрался он савушкиным савушкин савушкин сам по флангу проходит савушкин передача на партнера нет же встречает альфовцы ой-ой-ой выход один сам на сам не спасает там ситуация своей команды здесь чуть-чуть не хватило ли саку здесь как-то нерасторопно но я думаю не совсем удобно было савушкина этот мяч принять ну и что это тайм-аут или это перерыв артур артур подскажи мне пожалуйста я просто вылетел из головы лисак это кто я понял чем он играет все все-все-все ходит вадим не обижайся просто вылетела из головы как ты выглядишь теперь не знаю поэтому последняя была такая вот такой последний момент был не у листака как раз таки у сошка ярослава ребята простите жара не только влияет на пас еще и на меня долго что-то объясняет командир чекпоинта своим подопечным обрамов разыгрался вместе со своим партнером а я я и выпустил мяч сейчас третий номер паранов как раз таки перекрест вперед ну и блокирует блокирует степанюк сантин на времени так перекрест ну не дает судья просто пнуть мяч ногой и у нас небольшой перерыв так вот вот мы вот все подробно туда было все время дорога ну если а Продолжение следует... 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 посмотрите не даже не заработала не заработал чекпоинт для себя угловой булава вперед никуда сабадаш салагу а сошка и лесок лесок удар блокирует зубко вам черт вам черт сак сак но все забрал у него зубенко паша этот мяч ну и побежал сидоренко в атаку побежал сместился в центр сидоренко удар тычковый такой спыра удары мяч уходит от рущака за пределы поля удар снова зубко ах попадает мяч салагуба жене и уже мяч поменял свой тектор и мамчур ухты как жестко сидоренко снова пытается прессинговать своих оппонентов рома сегодня выкладывается на все сто рущак писак зубко выка хорошо сидоренко я я я я я но хорошая задумка была как раз таки на паранова столбу и еще удар попадать мамчура неприятно но самое сокровенное прикрыл роман еще раз сологуб удар но там за сеткой конечно с хорошего ракурса но это видно что пытается там что-то чекпоинтов и придумать зубков скидка на сидоренко нужно было бить раньше нет сошка тоже не успевает по манчура манчур ошибается звенка зуб зубин уже заговаривать зубко паша прости пожалуйста зубко и снова салагуб на что будет бить нет на этот раз уже не отходит назад рахну а ты ну красиво мяч летел а если бы залетел как красиво прыщак сразу шарф на коваля не точно тут уже сразу притягует на коваля остается с мячом для своей команды а здесь уже рахно поборолся а перехрест не дал себя пройти молодец тут жестко как обрама сразу вступают в игру богдан добро через лево лазарев лазарев хорошо на рахно проходит передача рахно нет ни углового ничего ручак снова вперед снова свои забросы но здесь первый на мяче лазарев и бешеров не получает этот мяч перехрест плава коваля и фиксирует арбитр матча толчок в спину от саши кобро бакаров игрался с ковалем но вот запрессинговали сейчас чекпоинт снова бакаров бешеров был 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 там тычок со стороны лазарева вот как хорошо как отлично бусингу и чекпоинт мне очень нравится как они играют я не перестаю восхищаться этой командой и добро налево абрамов пытался абрамов не знаю что придумать наверное это был прострел но не наверное скорее всего это был прострел но просто вот снова ручак далеко вперед абрамов добро обыгрался абрамов снова с мячом рахно абрамов ой ой ручак сейф делает спасает капитан свою команду мне кажется можно было посильнее ударить в этой ситуации но на технику пытался уже пробивать про команды чекпоинт недопонимание со стороны белых добро обыгрался с абрамовым обновь обратно добро мазарев ну уже откровенная уже как отмахнулись друг от друга игроки ну чак далеко вперед ну и сабадаш получает рахно красиво абакаров прерывает эту передачу и в целом прерывает все абсолютно но комбинации от чекпоинта великолепны сегодня на габро добро удался с рахно рахно ахахах красиво как-то было ну добро саша снова с мячом подскользнулся ну поехала опорная нога пятнадцатого номера и 5 все таки остается у команды чекпоинт рахно на габро снова рахно удар есть гол есть гол от девятки ой держится девятый номер так тяжело ему дался этот гол но более чем но и тут же сразу тайм аут запросили альфовцы я так понимаю ну и пока он на счет 3-1 игарь время и собрал всех тренер давайте послушаем по крайней мере попытаемся микрофона у меня там нет послушаем что там вот этот молодой человек без номера рассказывает своим подопечным альфовцы уже клич дали уже готовы принимать бой на поле ну что ж альфа с центрополя разыграли мяч булава на перехрест там перехрест лисак снова булава перехрест присутствует его хунцевич все достаточно таки хорошо а здесь переменка поборолся уже сошка и лисак самоотверженно в подкате не жалея бедра для своей команды выбивает мяч за пределы поля Савушкин пробрасывай себе на ход Савушкин нет булава его запрессинговал и мяч уходит за ага ну вот судья разобрался мяч остается у альфы альфа крючак насилия вперед здесь Кунцевич первый на мяче они проходят доскид канат Виктора снова перекрест с мячом Кунцевич как жестко футбол футбол через назад Клименко проходит пас на Кунцевича но тот просто не сумел правильно подставить опорную ногу и мяч вышел за пределы поля но уже рассказывает последние последние минуты этого матча ну как последние я думаю минут пять еще осталось там сыграть в целом просто табло я не вижу я уже говорил об этом Клименко куда подальше Саушкин снова Клименко Степанек ну очень медленный такой пас на самом деле если бы здесь ловаль то Ярик я думаю побежал бы немного сегодня вот жесткой игры такой порой даже грубой проходит пас на Саушкина не успевает 11 номер просто к этому мячу вот это вот добрая рущака ну а что это за недоразумения мамчура и головы и рущака непонятно не подсказали они друг другу абсолютно ничего никому ничего никому суканек включается здесь Кунцевич Сабадаш Кунцевич есть справа Савушкин он и получает пас Савушкин Кунцевич залетает мяч в ворота ну и вот этот молодой человек забивает с передачи Савушкин Игорь Время Ух ты как проходит сейчас пятый номер все остался неудел мамчур перехватывает мяч мамчур ну может ударить удар от Романа блокируется он пятым номером не успевает 69 за этим мячом ну не совсем удобный был для Зубко этот пас было 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 но прошло ну уже Зубко уже прессингует своих оппонентов и вот так вот не отходит от мяча Авакаров через назад ручак так Василий брос опять дальний а не побежал мамчур за этим мячом абсолютно Солокуб с мячом бальяж бальяжно пять минут там у нас осталось до конца играть я думаю все уже под накушались особенно чекпоинт несмотря на то что у них большое количество замен я думаю жара сказывается Зубко чуть-чуть еще дальше Паранов 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 получает передачу Паранов есть гол еще один с передачи Сидоренко как раз таки забивает Солокуб но такие поперечные передачи могут аукнуться команде чекпоинт если они будут еще так сделать Сидоренко уходит Абакарова грамотно восьмерка ставит корпус ой-ой-ой ну а теперь все ручак надоело ему стоять в рамке надо побегать надо развеяться Коваль есть поддержка у него рядышком ручак ворота пустые а нет удар от Коваля нет и сразу ворота Сабадаш нет тут Мамчур Мамчур постраховал всю свою команду остался сзади хорошая передача от Абакарова Коваль на Беширова не заходит не смог последнюю передачу принять должным образом даже зацепиться за нее снова смена у чекпоинта четверками меняются ребята 1 1 Добро Савушкин через центр Абрамов еще левее Добро Абрамов удар есть 100 Довольно 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 игроки команды Чекпоинт Абрамов Абрамов нет Абрамов передача либо удар либо передача я так и не понял что это было от Абакарова Савудова 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 сейчас Савушкин Перехрест нет передача не проходит какой-то сумбур в последние минуты матча Альфа совсем расклеилась ну я думаю на ребят сказывается жара в целом но я думаю что Бакаров на Коваля удар есть гол ну и вот так вот на такой мажорной ноте ставит точку в этой игре вот этот молодой человек ну и я поздравляю команду Чекпоинт с чередной победой